В Бурятии началась скрытая мобилизация. По информации российских правозащитников, повестки приходят в основном жителям отдалённых районов. «Судя по количеству обращений ко мне и моим коллегам с просьбами помочь избежать мобилизации, объёмы мобилизации усилились. Особенно в апреле-майе мобилизуют, причём всех подряд, многодетных, больных, полуслепых». Надежда Низовкина, правозащитница в интервью «Сибирь. Реалии». Россияне, которые отказываются воевать и избегают призыва или мобилизации, не смогут, например, получить водительские права. Также им откажут регистрации автомобиля. Так в России постепенно ограничивают права своих граждан, чтобы отправить их на войну против Украины. «У нас интегрированная база данных, и мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия». Михаил Черников, глава ГИБДД Российской Федерации, из заявления на пресс-конференции. «В городах России продолжают заманивать людей на контрактную службу. В Хабаровске на площади Ленина поставили мобильный пункт, где вербуют на войну против Украины. В других населённых пунктах появились баннеры с призывом к женщинам заключать контракт с Министерством обороны и встать в один строй с мужчинами», – сообщает Омское гражданское объединение. Предоставлять сотрудников для службы по контракту по просьбе Минобороны начали российские компании. Фирмы сами стали вербовать добровольцев. Издание «Вёрстка» обратило внимание, что на российских сайтах поиска работы появились объявления о наборе на службу по контракту от компаний, которые никак не связаны с Минобороны. Официально мобилизация в России приостановлена. Однако осуществляются мероприятия по набору военнослужащих по контракту для комплектования и пополнения потерь подразделений в зоне боевых действий. По планам Кремля, в ряды вооружённых сил предполагается дополнительно привлечь до 500 тысяч человек. Но уровень подготовки и обеспечения военнослужащих, подписывающих контракты, недостаточен для выполнения задач по назначению. Они приобретают необходимый опыт непосредственно в ходе боевых действий. Алексей Громов, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, в интервью информационному агентству «Укринформ». Мобилизованных используют как пушечное мясо. Об этом открыто заявляют те, кого уже забрали на войну. 6 июля мобилизованные из Уссурийска записали видеообращение с просьбой о помощи. Мы находились в красной зоне на самом передке. Все эти 15 суток мы находились под постоянным миномётным огнём противника. В день по нам выпускалось более 2000 снарядов. Мы не имели возможности укрыться, потому что все позиции, которые были вырыты, они все были уничтожены под миномётным огнём противника. С автоматами отправляют идти на танки. Об этом видеообращении рассказали мобилизованные из республики Саха, Алтайского и Приморского краёв. Их насильно несколько раз отправляли на передовую. Без возможности получить медицинскую помощь. В роте было 106 человек, с роты осталось 40 человек. Есть и 300-е, и 200-е. С самого начала. Медики у нас вообще без лекарств, без бинтов, как могли, так перевязывали раненых. Вывозили, очень долго ждали, когда вывезут даже раненых. Чтобы как можно больше россиян отправить на войну, Минобороны России планируют извещать мобилизованных о вручении повестки через СМС-сообщения. Предполагается, что такой способ позволит ускорить темпы мобилизации. Разведка Эстонии допускает, что уже к осени в России могут объявить новую волну призыва на войну против Украины.